Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. На базе футбольного клуба «Крылья Советов» прошли обыски. Ситуацию прокомментировал гендиректор футбольной команды Евгений Колокутский. Магазины и рынки, не соблюдающие требования Роспотребнадзора, будут закрыты. В Самаре могут приостановить работу 46 объектов потребительского рынка. Открытые площадки для футбола, баскетбола и тренажеры. Новый спорткомплекс открылся в Куйбышевском районе Самары. По сообщениям ряда федеральных СМИ, на базе футбольного клуба «Крылья Советов» прошли обыски. Генеральный директор «Волжской дружины» Евгений Колокутский, который занял свой пост в конце августа этого года, прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что обыски касаются деятельности руководителей, которые работали в команде 3-4 года назад и занимались экономическими вопросами, никак не связанными со спортивной деятельностью. Также Колокутский подтвердил информацию о задержании Игоря Поварова, бывшего директора фонда поддержки и развития футбола в Самарской области. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 119 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 12 566. Тем временем, работа 46 объектов потребительского рынка в Самаре может быть приостановлена из-за нарушений требований Роспотребнадзора. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В городе ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особое внимание уделяют кафе, кинотеатрам, развлекательным центрам и общественному транспорту. Какие санкции грозят нарушителям, узнала Лариса Шалафаст. Поездка в автобусе или поход в магазин без маски сейчас, в период распространения новой коронавирусной инфекции, рискованы для здоровья. Чтобы обезопасить самарцев, городские власти ужесточили контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. Людей, принципиально отказывающихся использовать средства индивидуальной защиты, будут штрафовать. Рейды с участием полицейских, представителей городского департамента транспорта и дружинников проводятся ежедневно во всех районах Самары. Составлены семь протоколов на пассажиров без масок. Материалы по ним направлены в суд. Сотрудник полиции при обнаружении пассажира без масок имеет при себе видеорегистратор и автоматически фиксируется сам факт отсутствия маски на лице и наличие пассажира без маски в салоне. После чего сотрудник полиции просит предъявить документы, удостоверяющие личность, для составления административного материала. Размер штрафа, я напоминаю, до 30 тысяч рублей за несоблюдение установленных требований. Также на особом контроле городские кафе, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры. Работа почти 50 объектов потребительского рынка в Самаре в ближайшее время может быть приостановлена за систематическое нарушение требований Роспотребнадзора. В списке крупные торговые сети, салоны красоты, фудкорты в торговых центрах. По трем объектам материалы уже находятся в суде. Злостных нарушителей, которые повторно совершают одни и те же несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, также составляются протоколы. Сегодня это 46 протоколов, направленные в Роспотребнадзор, три из которых направлены уже в суд. По результатам этих рассмотрений протоколов будет принято решение. Либо приостановка деятельности до 90 дней, либо штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим горожанам, ко всем нашим объектам потребительского рынка. Соблюдайте все рекомендации Роспотребнадзора. Городские власти подчеркивают, штрафные санкции – мера вынужденная. Статистика заболеваемости в городе пока не снижается. Самарцев просит соблюдать требования Роспотребнадзора, держать социальную дистанцию, регулярно мыть и дезинфицировать руки, а также обязательно носить маски в общественных местах. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. 55 улиц и 17 общественных пространств сегодня продезинфицировали в Самаре. Санитарная обработка города хлорамином проводится в ежедневном режиме до наступления холодов. Водные процедуры с хлоркой для парков и набережной устраивают каждый день. Дезинфекцию скверов и тротуаров провели уже по десятому кругу. За автопоездом наблюдала и наша съемочная группа. Работы по дезинфекции города будут проводиться до первых заморозков. При отрицательных температурах раствор замерзает и на месте обработки появляется наледь. А пока погода позволяет, хлораминовая профилактика проводится одновременно в нескольких точках города. Работы продолжаются, начиная с 30 марта. К примеру, улицу Антона Вовсеенко отмыли дезинфицирующим раствором уже в 13 раз. Технология та же. Мыльный раствор с добавлением хлорамина не оставляет вирусам никакого шанса. Обрабатываются остановочные площадки, остановочные павильоны. С инфицирующими средствами, со содержащими хлора. Применяется хлорамин-Б препарат в соответствии с рекомендациями производителя. Непосредственно проезжая часть тротуара промывается с использованием как же хлорамина и моющих средств, специально предназначенных для автомобильных дорог. В этом году Самара стала чистой, как никогда. По нескольку раз уже отмыли все дороги, тротуары, парки, скверы, набережные. Только за сегодняшний день отмыли 55 дорог и 17 общественных пространств города. Ежедневно около 40 спецмашин занято дезинфекцией городских пространств. По мере необходимости помогает МЧС. Всего за предприятие задействовано порядка 8 единиц на обработку вручную посадочной площадки. Также порядка 32 единиц на механизированную проезжую часть, в уборку проезжей части. Продолжается противовирусная дезинфекция подъездов жилых домов. В отличие от уличных работ, эти будут проводиться и зимой. Олег Зверев, Николай Сидоров. События. С понедельника в Самаре начинает работать горячая линия по вопросам отопления. Все проблемы будут решаться в индивидуальном порядке. В целом, город в плановом режиме входит в отопительный сезон. На сегодня к теплу подключены уже 76% жилых домов. Всего их в Самаре более 10 тысяч. Почти полторы тысячи многоквартирных зданий подключили сегодня. Из социальных объектов с теплом уже 99%. В этом году обогревать здания в Самаре начинают раньше, чем это положено по климатическим нормам. Но процесс подключения постепенный. Сегодня все предприятия ЖКХ работают в усиленном режиме. Горячая линия будет отработана во всех районах. Будет работать в департаменте, принимать заявки, где у людей будут уже не по стоякам, где не будет отопления. Там два стояка топятся, один нет и тому подобное. Вот такая работа будет проходить. Принимается заявка на отработку. Но это как бы уже проверенная работа, и она понятна для коммунальщиков. Минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Воспользоваться упрощенным механизмом списания долгов смог каждый пятый желающий. А россияне рассказали, что предпочли отдыхать в своей стране из любви к родине. Подробнее расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Каждый пятый россиянин, пожелавший избавиться от долгов, смог запустить процедуру внесудебного банкротства. Напомню, эта процедура заработала в стране с 1 сентября. За это время с заявлениями о банкротстве в МФЦ обратилось почти 2000 граждан. 413 получили одобрение, а остальным должникам заявки вернулись обратно. Это связано с тем, что многие граждане пока не разобрались, как работает упрощенный механизм списания долгов. По закону, гражданин может рассчитывать на банкротство во внесудебном порядке, если его долг по кредитам и займам составляет от 50 тысяч рублей до полумиллиона, и нет средств на погашение обязательств. Эту информацию МФЦ проверяет по базе Федеральной службы судебных приставов. Там на потенциального банкрота не должно быть открыто исполнительных производств. По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, на списание долгов в упрощенном порядке могут претендовать около 4 миллионов россиян. Минимальный размер оплаты труда в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты России. Все дело в новой методике расчета. Со следующего года впервые две величины будут разорваны. МРОД станет выше прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2021 году на 90 рублей, в 2022 на 500. Таким образом, с 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 792 рублей. Увеличение МРОД затронет почти 4 миллиона россиян. Россияне рассказали, почему выбирают отдыхать в родной стране. Опрос провел один из сервисов по планированию путешествий. 58% респондентов объяснили свое решение любовью к стране. 17% опрошенных россиян решили отдохнуть в своей стране, потому что у них нет визы. А 9% опрошенных не могут выезжать за границу. 16% респондентов рассказали, что ездили к родным или любят посещать определенные регионы России. В целом, выбраться куда-то удалось уже почти к каждому второму россиянину. А 13% еще планируют совершить туристические поездки до конца года. Больше половины жителей страны в этом году провели летний отдых дома или на даче. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 октября – 78,09 рубля. Американская валюта потеряла 42 копейки. Курс евро – 91,81 рубля. Европейская валюта снизилась на 70 копеек. Стоимость нефти марки Brent на 7 октября – 41,63 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Куйбышевском районе Самары открыли спортивный комплекс нового типа. Он разместился на территории 55-й школы. Это первый подобный объект в регионе. О его уникальности расскажет мэри Елчан. Давай, 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 загоняй. Давай, бей, 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 бей. Екатерина Искакова не пропускает ни одной игры. У женщины три сына. Все учатся в 55-й школе и занимаются футболом. С годами спортивная площадка устарела. Благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» ее сменило новое поле с искусственным газоном. Ой, ну мы очень рады. Мы очень, во-первых, ждали эту площадку. У нас здесь было просто поле, вот земля землей. Дети уходят играть, им негде было играть. Они приходят всегда все грязные. Но это вот прям вот построили. Это вот наша прям вот радость, наверное, и гордость сухой Самарки. Наша спортивная площадка всегда была центром притяжения для ребят нашего поселка Сухой Самарка. Но она была морально устаревшая и физически изношенная. Здесь не было никакого современного оборудования. Было оборудование 67-го года. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появился в Куйбышевском районе Самары на территории 55-й школы. Это первый подобный спортивный объект в регионе. Пользоваться комплексом можно круглый год. Он многофункциональный. Здесь можно одновременно заниматься разными видами спорта. Предусмотрены яма для прыжков в длину и тренажеры, площадка для игры в футбол и баскетбол. Понимаем, что это пилотная история сегодня. Она достаточно хорошо реализована. Радует то, что колоссальный потенциал и большое насыщение разнообразных направлений в видах спорта. Инициатива построить спортивный объект принадлежит Александру Хинштейну. Депутаты попросили об этом жители Куйбышевского района. Факот, он как конструктор. Он может себя в зависимости от специфики региона, от особенностей тех или иных видов спорта, где он больше развит, включать в себя, ну, соответственно, те или иные дополнительные опции. Этот факот уникален тем, что пользоваться им смогут не только ученики школы, на территории которой он находится. Сюда сможет прийти любой желающий заниматься спортом со всего Куйбышевского района. Поэтому наряду со спортивными площадками для них предусмотрели раздевалки, в которых есть все необходимое – вешалки, скамейки и даже отопление. В этом году в Самарской области построили 24 открытые спортивные площадки. В планах на 21-й возвести как минимум два физкультурно-оздоровительных комплекса. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. Дополнительная транспортная развязка появится в Красноглинском районе Самары. На строительство нового моста через реку Сок из федеральной казны выделили еще 500 миллионов рублей. Теперь завершить работы по реконструкции объекта удастся досрочно. На одной из важнейших строек региона побывала Ольга Павлова. Двухкилометровая дорожная переправа длиной более 300 метров. Новый двухполосный мост строят параллельно существующему, возведенному 30 лет назад. Сейчас идут работы по сборке пролетных строений, устройству опор и бурению свая фундамента. Производится укладка асфальтобетонного покрытия со стороны поселка Волжский. Предполагается, что после сдачи нового моста старый закроют на ремонт. А по завершению всех работ по реконструкции мостовых переходов, по одному из мостов машины будут двигаться в сторону города, а по другому в противоположном направлении. Таким образом, переправа решит проблему пробок на выезде с Красноглинского шоссе. Общий вес пролетного металлического строения – 1600 тонн. Новый мост станет точной копией предыдущего. Но в отличие от брата-близнеца, с более современной и прочной опорой, высота которой достигнет 18-20 метров. После того, как завершатся основные работы по установке, металлоконструкцию покроют дорожной одеждой. Двумя слоями асфальтобетона и произведут гидроизоляцию. Существующий мост у нас металлический, то есть соблюдение архитектурных тенденций. И то есть получается по пролетам у нас новый мост, он копирует старый мост. То есть получается, чтобы и в одном плановом положении было удобно проезжать, и эстетический вид. На выполнение проекта из федерального бюджета направили порядка 2 миллиардов рублей. В настоящее время освоено 700 миллионов, и 500 выделено дополнительно. Это позволяет завершить работу по реконструкции объекта досрочно, уже в этом году. Дополнительное финансирование, которое я сейчас выделил, позволило нам приступить, допустим, к реконструкции существующего моста и выполнять работу уже следующего года. То есть мы на себя взяли повышенное обязательство в следующем году открыть движение по новому мосту. Новый мостовой переход через реку Сок возводят по тому же принципу, что и Фрунзенский. Из пяти опор весом 40 тонн сегодня установлено 4. С другой стороны города на 116-м километре пересмотрят проектную документацию по ремонту новой развязки. Жители поселка Кряж летом обратились с просьбой не устанавливать вдоль Новокуйбышевского шоссе шумоизоляционные экраны, которые загородят многие въезды в поселок. Областные власти пошли людям навстречу. Подробнее в материале Марии Левиной. Вот они пошли. Вот это еще, так скажем, вот сейчас шести особенно начнется. Ольга Белько в поселке Кряж живет уже больше полувека. Женщина застала застройку частного сектора и его преображение. Рассказывают, в 70-х годах, когда она была ребенком, здесь появилась дорога, которая за эти годы пришла в негодность. Параллельно ей в Куйбышевском районе сейчас ведется строительство новой развязки, из-за чего в часы пика образуются пробки. Предприимчивые водители, в том числе и большегрузов, объезжают заторы через частный сектор, что сильно мешает жителям. Как следствие, пыль и грязь, которые летят в окна, говорят жители. Кроме того, большегрузы разбивают грунтовую дорогу. Все лето и осень, значит, грузовые автомобили, полные груза, там по 20 тонн объезжают через частный сектор пробки ежедневно. Поднимают просто тучи пыли, разбивают дорогу. И просто, на мой взгляд, можно поставить на какое-то время регулировщиков, чтобы они запрещали въезд к грузовым автомобилям, то есть не по служебным надобностям, а тем, кто просто объезжает пробки и как-то ужесточить эту меру. Помешать большегрузам могли звукоизолирующие экраны, которые предусмотрены проектом. Однако жители высказались против их установки. В случае появления экранов им придется делать большой крюк, чтобы свернуть в частный сектор. Обсудить с жителями изменения проекта приехали министр транспорта Самарской области и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Они просили изменить проект строительства дороги и, в частности, убрать шумовые барьеры. Мы отработали это с Министерством транспорта и сегодня на месте с Министером транспорта, с коллегами из других органов власти. Рассказали людям о тех изменениях, которые будут. Да, Минтранс готов отказаться от установки шумозащитных барьеров, если для людей это действительно важно. В следующем году будем просить город отремонтировать дороги, которые сейчас грунтовые пострадали. Новая дорога – продолжение Фрунзенского моста. Ее протяженность составит более 7 километров. Изначальный проект не предполагал с нее съездов к домам, но жители попросили их сделать. Мы видим, открыв движение, насколько облегчилась ваша коммуникация с городом, соответственно, Куйбышевского района и центральной части города. В дальнейшем будет 6 полос движения от моста до перекрестка с федеральными дорогами, где в районе Утевской, 6 полос движения. В дальнейшем по путепроводу мы идем на эту сторону, в данный момент, где мы находимся. Граница строительства у нас, граница городского округа Самара. На этом этап заканчивается, в дальнейшем мы проектируем. Все пожелания жителей при строительстве автомагистрали учтут, но от барьерных ограждений отказываться не будут. Это необходимая мера, которая обеспечивает безопасность участников движения. Для удобства жителей в четырех местах дороги будут организованы места для разворотов и съезды. Мария Левина, Николай Епифанов, События. В России могут появиться новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Министерство внутренних дел разработало и выставило на обсуждение список оснований дорожным инспекторам, выписывать автолюбителям протоколы. Что может стать поводом для материального наказания, узнала Гульфия Сафина. Время добровольного выбора, менять ли летние колеса на зимние, закончилось. МВД России обновляет требования к эксплуатации автомобилей. Теперь за езду на летних шинах с декабря по февраль, а на зимних с июня по август, в Кодексе об административных правонарушениях появится штраф в 500 рублей. Ввести систему наказания предлагали еще в 2016-м, но проект депутатов Госдумы не был утвержден. Рублем каралась только езда на шинах с разными протекторами. В новых поправках появились и другие санкции. Штрафовать предлагают за установку ксеноновых ламп, за неисправность регуляторов фар и отключение фара-очистителя, за течь в системе гидроусилителя руля и отсутствие солнцезащитного козырька. Данные требования, за которые предусмотрен штраф, они уже существовали в техническом регламенте на транспортное средство. Но, по сути дела, не было ответственности за нарушение данных требований. Самарские автолюбители введение дополнительных наказаний поддержали. Ну, правильно они, что штрафы такие выдают. Если у тебя какая-то дорогая машина, там Мерседес, на нем стоит ксенон, понятно, что он разрешен. Это как по всем правилам входит, у него по документам он положен. А если у тебя на четырке стоит ксенон, который слепит, ну, это ни в какие ворота не лезет. У нас асфальтевое покрытие не особо качество какое, так что его и так размолочивать нормально. Если еще и летом ездить на зимней резине по нему, то я считаю, что это, в принципе, как бы нормально. За это стоит наказывать, я считаю. Работники автомастерских инициативу также поддерживают, объясняют. Каждый год в день жестянщика, так называют период первых заморозков, работы значительно прибавляется. Гололед – частая причина ДТП, говорят мастера. Переобойте авто стоит порядка полутора тысяч рублей. Плюс каждое колесо стоит минимум три тысячи рублей. Расходы немалые, признаются в сервисе, поэтому всегда находятся те, кто решают сэкономить. Просто просят заменить колеса на какой-то одной из осей. Это, собственно, их запасности, они полностью отвечают за свои действия. Мы не можем как-то влиять на людей, да, то есть подсказать им, что, понятно, говорим, что нужно, да, действительно, позаменить колеса как бы и на одной оси, и на второй оси, как бы, ну, мы не можем, поэтому, как бы, то есть, видимо, у человека средств не хватает. Проект изменения выставлен на общественное обсуждение на сайте ГИБДД. До 16 октября каждый может ввести свои предложения в его редакцию. На основе пожеланий граждан будет подготовлен окончательный текст поправок, после чего его направят на рассмотрение в правительство. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События. 36 участников из 32 городов России борются за звание лучшего водителя троллейбуса. В Самаре стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства. Он организован Федеральным министерством транспорта, научно-исследовательским институтом автотранспорта, Самарским областным правительством и администрацией Самары. Конкурс пройдет в несколько этапов. Участникам предстоит сначала продемонстрировать свои знания в теории, а затем на практике на базе Самарского ТТУ. Подробнее Елена Малютина. Один из водителей, представляющих Самару на конкурсе – Сергей Василенко. Он управляет троллейбусом уже 8 лет, а в этом году одержал победу на городских соревнованиях. Нагрузка очень большая, в том плане, что надежды возлагают. Но будем стараться. В городском конкурсе было победить не сложно. Как-то сложно, проблематично немножко. Конкурсанты все были хорошо подготовлены, поэтому борьба была довольно-таки жесткая. Мы готовились, он у нас занял первое место. Последний месяц мы его сняли с линии. Постоянно, каждый день я сам принимал участие в теоретическом и практическом. Поэтому мы надеемся на первое место. Один из основных конкурентов самарских профессионалов – серебряный призер всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» прошлых лет. Сергей Пермитин из Ижевска. Он за рулем троллейбуса – 7 лет. Волнение. Тоже у всех присутствует. Для меня конкуренция сильная, хорошие ребята. В первый день соревнований претенденты на победу сдают экзамен по ПДД. Как только запускают секундомер, демонстрируют знания и по устройству троллейбуса, и предрейсовому приему транспорта. На это по регламенту положено не более 7 минут. Соревнуются и в культуре обслуживания. За 4 минуты участники должны сделать объявление, которое обычно пассажир слышит в троллейбусе. Следующая остановка – «Мирный атом». Уважаемые пассажиры, не забывайте оплачивать свое время на проезд. Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит в 19-й раз, но на территории Самары – впервые. За звание лучшего водителя троллейбуса соревнуются 36 участников из 32 городов России. Он будет длиться два дня. Участники сдадут теоретическую и пройдут практическую части. Троллейбус – один из любимых видов общественного транспорта для многих самарцев. В городе работают 15 маршрутов. На них ежедневно выходит более 100 единиц техники. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют приобрести еще 22 троллейбуса. Это поможет полностью обновить автопарк на самых востребованных маршрутах. Этот конкурс, он очень важен. Такие конкурсы профессионального мастерства выявляют настоящих профессионалов своего дела и заставляют остальных водителей ориентироваться на таких победителей. Сегодня проходят тренировочные заезды, чтобы уже завтра виртуозы-водители смогли продемонстрировать высокое мастерство членам жюри. В эту пятницу объявят лучших среди лучших. Победителю вручат денежный приз в 300 тысяч, а общий призовой фонд составляет полмиллиона рублей. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самара ГИС» и в соцсетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!